Тем временем в Луганск и Донецк новый российский гуманитарный конвой доставил более 750 тонн продовольствия и медикаментов. Большинство же местных жителей по-прежнему вынуждены прятаться от огня в подвалах и разваленных домов. В Донецке в катакомбах, которыми становятся подвалы предприятий и жилых домов, постоянно живет целый детский городок. Тысячи маленьких горожан. Кого-то привели родители, а сами вернулись туда, где бомбят и стреляют. У кого-то из родных не осталось никого. Вместе с этим киевские власти сообщают о новых боях и убитых. Так, в Дебальцево в результате артобстрела погибли 12 мирных жителей. О количестве жертв в Углегорске пока неизвестно. В Донецке эту информацию подтверждают и считают потери со своей стороны.